здравствуйте вы смотрите market watch в студии роман шевченко в сегодняшнем выпуске рассмотрим следующий тем обвал цен на нефть снижение цен на уголь в китае решение по основной процентной ставки ецб и изменение объема ввп в сша сегодняшний обзор начну с рынка нефти на текущей неделе цена на нефть американского сорта WTI в очередной раз обновила максимум преодолев отметку 85 долларов за баррель но неожиданно сильно увеличение запасов нефти в сша спровоцировала коррекционное снижение нефтяных котировок так согласно официальным данным министерства энергетики сша запасы черного золота увеличились практически на 4,3 миллиона баррель при прогнозируемом росте всего на 2 миллиона баррель как следствие мы наблюдали обвал нефтяных котировок более чем на 5 процентов с начала текущей недели несмотря на заметное снижение нефтяных котировок цена все еще удерживается у максимальных отметок более чем за семь лет соответственно риск дальнейшего снижения цен на нефть все еще высок на способность продавцов продолжить снижение может указать очередной возврат котировок под уровень поддержки 81 доллар в этом случае значительно увеличится вероятность обвала цен к отметке в 76 долларов за баррель а теперь перейдем к стремительному обвалу цен на уголь в китае речь идет о 40 процентном снижении всего за шесть дней напомню что накануне мы наблюдали аналогично сильный рост который был вызван дефицитом угля на китайское правительство решила вмешаться в этот процесс и как мы видим уже сейчас их действия крайне эффективны обвал цен на уголь способствует резкому снижению стоимости электроэнергии в китае а также ряду сырьевых товаров в частности алюминий в середине недели обвалился до минимального значения за последних восемь недель смещаясь на европейские рынки обращу ваше внимание на то что непосредственно в момент записи этого видео и cb отчитывается по монетарной политики а также оглашает результаты голосования по основной процентной ставки которая очень высокой степенью вероятности останется без изменений поэтому все внимание трейдеров сосредоточено на комментариях к данному решению именно они могут оказать сильное влияние на динамику торгов евро завершая сегодняшний обзор отмечу предстоящую публикацию данных по изменению объема ввп в сша за третий квартал текущего года экономисты прогнозируют замедление темпа в роста до 2,6 процентов квартальном соотношении это самое низкое значение со второго квартала 2020 года тем не менее лишь более слабые данные в сравнении с прогнозом могут оказать заметное давление на доллар сша в момент релиза также важно учитывать и то что в более долгосрочной перспективе резкое снижение ввп в сша может иметь положительный эффект для доллара сша на этом у меня все внимательно сидите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка